Вот у нас прошла управка. Я им сейчас еще трошки рассыплю, чтобы просто не кричали, бо будут кричать и ничего не получится вам рассказать. Сейчас секунду обезьяне дамо, бо тоже такая крикливая. Вони на норме сидят, поэтому они так и ведут себя кричать. Вони сидят три килограмма в сутки. Ну, кто три, кто три шестьсот, все по-разному. Итак, значит, ось прошла у нас управка. Ну, как, я всем порассыпал, сюда кто на откорме понасыпал, Вика позашкребала, забрал это все в тачку и тачку я вывез. Сейчас осталось набрать воды, бак триста или триста тридцать или триста двадцать литров. Вот так, пока по базике ему, оно уже и наберется. Может даже быстрее. Утром быстро набирается, но они за ночь мало выпивают, а вечером вот зашумело все, пошла вода. Вот так, без всяких датчиков, без ничего. Хотя, вы мне много кто пишет поставь датчик. Вон у меня, пока я тут вот прийшел, убираю, потечил жалобок, я пішел выключить и все. Не надо ничего. Значит, дивимся по нашим тих, что мы переводили. Ландрасики. Этики, этики. Трошки попідрастали уже. Ем оце четыре штучки в клетке, чисто, сухо. Ну, кормушка, сундучок, все работает хорошо. Вони едят счастливы и довольны. Идем дальше. Киевлянками, тих, что я тоже распределял. Тоже четыре штуки, нормальная клетка 6 на 2, ой, 6 на 2, 3 на 2, 6 квадратов. На четырех самый раз. Ну, грубо говоря, с килограмм до 120-150, потом уже будем окувать. Идем до группы дегенератика. А, дегенератик, это забезьян. Нет, это пиратик, дегенератик напротив. Дегенератик у нас, пиратик у нас. Вот, а это осень, вот это пиратик. У него такая черная более, черный оттенок. Ну, нормально, все хорошо. Даже и по ноге не скажешь. Уже по передней ножке не скажешь, что у него была она повреждена. Нормально. Вес тоже у них приличный уже. Вони еще ж мягкие, тяжелые. Люблять грызти ковшик. Кормушка постоянно полна, сундучок. Бачите, вот кормушка полна. Ну, видно, там будет, что она, видно, да. Да, вон кормушка полна. И, бачите, не рассыпает не до ничего. Это у них внизу насыпаные опилки. Я насыпаю опилки. Это у нас группа. Тут у нас получается дегенератик. Там пиратик, тут дегенератик. Дегенератик осень по центру. Тоже отстал от усых в росте в начале. Ну, скажем так, в детстве. И уже росте. Это из меньшей категории. Те, что на щелях. Те, каким будет 8 или 9 или 10 числа, будет 6 месяцев. Это все три кабанчика на корм. Хочу оставить из них, не знаю, чи из них трех, чи только получится двух на 12 месяцев. Вот, допустим, из того и из того. Ну, я не знаю, это просто дегенератик. Это не мой, это Викин. Когда она его захочет, чтобы мы его убрали, я не знаю. Ну, а так, оцех хочу оставить на 12 месяцев. Так же, друзья, Вика из старой ткани. Старая, така плотная, хорошая ткань. Пошила и им шторы. Вы скажете, зачем они тут надо? Вони тут надо. Сейчас, ну, сейчас на данный момент, конечно, холодно. Сегодня и вчера у нас холодненько. А перед этим было уже так 18-19 градусов тепла. И солнце, это солнечная сторона. И солнце сюда целый день свите. Почти с утра и аж до захода солнца. И тут, получается, получается, в клетках жарко. Ну, и сара и жарко. То есть солнце постоянно прямые очи. И если эти еще могут сховаться под стенку, то вот кто стоит в станку, барашка и, допустим, машка, они не сховаются. И солнце целый день на них свите. З утра до вечера от свита солнца. Ну, ну, представьте, солнечные очи сдурите можно. И мы делаем каждый год как? Или с той стороны забываем такой, отражающий пленку какой-то. Или с этой стороны. Ну, цей год у нас вика шторы пошила, то то так вот. Раз, допустим, утро началось, а солнце закрыли. Вечерок открыли. Ну, и так вот здесь. Только эту сторону. На этой стороне мы так не делаем, потому что это сторона тильная. Тут сонца нет. Тут, наоборот, открываем все навстяжь. Перед этим, как было теплая погода, я открывал уже два окна. И на ночь, и днем. А сейчас открываю только одно, и оно и днем, и ночью. Тут это шикарно, хорошо. Сколько градусов даже сейчас взглянем. 16 градусов. Это с открытым постоянным векном. Короче, вот так. Думал, вода потекла, а то Линда писяет, или кто там. Короче, друзья, так, идем дальше. Это две свинки, что я забрал на щелях, забрал их на свиноматок. Им, получается, этим двум свинкам тоже 30 числа будет 6. Ну, и туда-сюда будут уже первые заголи. Я думаю, 6,5. Ну, 30 числа, да, будет ровно. Завтра 30 будет ровно 6. Это меньше категория. Это будет 9 или 10, 6. Вот этим. Это тоже оставил кого-то, выберу на свиноматку. Кто не понравится, уберу. А это, короче, пять штук. Оце три и оце двое на свиноматке. Также хочу еще на свиноматку. Сейчас я выключатим, мы бы уже набралось. Вот, бачите, я чую, что уже наверху вода. И выключил и все. Также еще хочу оставить на свиноматку. Ось у меня вандрасы. Тут три девочки и один кабанчик. С трех девочек тоже хочу оставить. Это вандрас кантор. Ну, то есть моя канторша была покрыта вандрасом. Оставлю тоже пару штук на свиноматку, гляну, что воно. И также я хочу еще на 12 месяцев оставить именно за цих пару штук. Пару штук за цих вандрасов. Это тоже не чистый вандрас. Это вандрас кантор. Ось справа мама, их мама. Нюрка. Нюрка у нас петрен дюрок. Дюрчиха была покрыта петреном. И на выходе получилась нюрка. Нюрка кантор. И канторшу я потом покрыл вандрасом. И получились вот такие белые вандрасы. Ну, они не чистые, а кантор. По нашим загулам. Значит, то, что мы покрыли машку. Ось уже в первых числах будем знать покрыта она или нет. По барашке. Оце вот такое. И запах ряка. И эстрофан ей кололи. Ничего не помогает. Как не заходила в загул, так как не заходила, так и не заходила. Получается, после того, как мы ее покрыли, уже прошло 5 месяцев. Вот 5 месяцев мы ее кормим и не можем понять, гуляет она или нет. Ну, она понятно, что не гуляет. Ну, а так вроде бы. Если такая будет продолжаться, я себе нервы трепать не буду и без толку ее кормить. Я ее просто уберу и все. Если такое еще немного продолжается и все. Итого получается, из четырех свиноматок F1 и из четырех осталось две и такие как одна еще будет выбраковываться. То есть три уже я выбраковывал. Из-за чего одна и та самая проблема. Они не заходят в загул. Не загуляют. Что только не делай. Таких проблем не по одним свиньям. Нема. Только по F1. Вот чистая F1. Йоршир Вандрас. Вот это у них такая проблема. И это много кто знает. У них такая проблема есть. Ф1, конечно. Ф1, конечно. У них такие проблемы есть. Ф1, конечно. Абы не ця проблема. Им бы цены не было. И много кто мне звонит. Купил F4 штуки. И ни одна не заходят в загул. И таких проблем много. Что люди мне звонят. Что тоже взял свиноматок. А они не загуляют. Вот я из-за этого и оставил от F1 покрытым. Ф1 покрытым нашим аматором. Вон пішов, его киевлянка ушатала. Оце же оставил, чтобы были одних. Может, ци даже будут намного лучше загуливать и поросят вытягивать, чем чистая F1. Ну не намного лучше, но не хуже. То же же будет. Ну просто поросята будут не белые, а, допустим, одюрка будут такими с коричневыми пятнами. Там от Петрена с черными пятнами. Ну вот такое. Ну оно на рост не влияет. Гены у них, гормоны хорошие. Енергия роста колоссальная. Поэтому думаю, что я вам еще не показал. Ну Линду, вы бачите. Линда, что покушает, лежит, отдыхает, животик ростит. Здоровенькая уже стала такая. Это тоже от той же партии киевлянкины, да? Да, это киевлянкины. Это я оставил тут, а четыре меньших, а четыре больших кто забрал. Тут то же самое. Сундучок, еда у них есть. Они не рассыпают, опилки насыпают и все. Ну вот так. Линдочка. Линдушка. Что такое? Вот Линда Канторша. Линда Канторша покрыта дюрком. На выходе будет Кантор с большим процентом дюрка. Ну, короче, вот так. Так что вот по эфкам я свои эмоции вам рассказал. Что получается, сколько потрачено было денег, труда на четырех эфок. Из четырех эфок это, ну, сейчас пока, еще вроде бы надежда на одну. Это хорошо, что у меня покрыта там Линда, обезьяна, киевлянка, нюрка. А если бы только они были, остался бы я вообще без поросята. И пришлось бы куплять, по чем сейчас поросята. Кто каже, три тысячи, кто три с половиной, а не поросята. Это что мне, десять штук поросят, надо заплатить тридцать или тридцать пять тысяч гривен, да? Ого, да, лучше свиноматку держать. Вот хорошо люди, которые набирали себе свиноматку таких. У них будет первый опороз. Одибьют и свиноматку, одибьют и поросят. Ну, разгадут поросят, одибьют все свои затрати. Свиноматок уже в продаже нема. Бо там, кто до сих пор ролик идет, дивляться и пишут, а можно купить свиноматку? Уже нема. То есть, ближе я продавал, сейчас уже нема. Вони уже поподростали, стали здоровенькими, уже смисла за 14 тысяч гривен. Уже нема мені их вам продавать. За 14500. Ну и подивимся через... Та ось первые числа. Подивимся. Подивимся, что она покажет. Я ее покрывал Йоршером. И то я ее покрыв Йоршером. Из-за того, чтобы вдруг что с ней не получится, хотя бы ее хоросят оставить себе на свиноматок. Ну а там будем дивиться, наблюдать. Короче, оце по свиноматкам шо. Так же один сказав про обезьяну, расскажи. Що про нею рассказывать. Вот, бачите, обезьянка. Сама пыльна свиня. Сама пыльна – це обезьянка. Вот вона кричит. Оце кричит начало, как начал я запах ряка пшикать. И вона вот это постоянно кричит. Спереду подойду, не буду кричать. Обезьянка. Обезьянка, обезьянка, обезьянка. Сама пыльна – це обезьяна у нас. А? Диви, яка грязна стала. А як чухашник, тьфу. Вся в пылюсе. Ну а так, друзья. Тут получается в сарае, хотя так походишь ролик снимешь, тут тепло, хорошо. На дворе холодно, там сильно не познимай. Ну и панюрки тоже проблем нет. Тоже самое. Вроде бы все нормально. Также, друзья, по кормлению. Что я сказал – кормить хорошим кормом и будут у вас хорошо расти. Нема тут никаких секретов, тайн, теорий и так далее. Чем лучше корм, тем лучше они ростут. Есть у вас зернова группа, білкова группа. Кормить и будет воно соответственно рости. Как ты не крути, как ты не верти. Ось мы недавно вроде бы переводили в андраси. Вони были меньше. Я даже их каждый день бачу. Сейчас делюсь. Вони уже поподростали. Я тоже хочу. Может… Ну, скорее всего думаю оцяго, что в ухо опущене. И вот оцяго с пятном, что біля корита, оставлю на 12 месяцев. И посмотрите просто ради интереса, какие будут больше в 12 месяцев. А эти будут больше в 12 месяцев. А эти будут больше в 12 месяцев. Чи вот те. Ну… Киодефок. А эти вот Кантур Вандрас. Ну так, чисто для себя. Какие будут намного лучше. И самое главное в свиноводстве, это знаете что? Чтобы ковшик у вас всегда висел на месте. У меня на какой-то из этих труб, это место Ковчика. Заходу, взял для свиноводок ковчик и погнал. Если занимаетесь свиноводством, чтобы у вас всегда порядок. Порядок в каком смысле? Порядок с коритами. Ну вот у меня кто на откорме, у них корита. Кто на норме, у них нема корита. Кто свиноводка в станке стоит. Везде нипельные паилки. Вони попили. Представьте, я пока с вами Балаков води набрал там 300 литров. Представьте, раньше я все это носил, как тут еще воды не было. Мы носили ведрами каждый день. В этот сарай, напротив сарай и в этот сарай. Носили ведрами. А сейчас я ни где не носил. Ни на щелях, там 200 литров. Включил до колодеца, накачал и все. Не сюда. Тут тоже, мы давно уже пробили скважину за стенкой. И она оттуда идет. Тут единственное, чтобы был корм и поддерживать порядок. Убираем мы не три раза в день, а два раза в день. Утром, рано. Рассипали, почистили. И вот вечером, сейчас я снимаю ролик. Оце мы почищали и им рассипали. Сейчас выключим свет. Закрыем штори. Ну знаете, будут люди идти дивиться. Заглядывать ему в окна. Вони стеснятимутся. Закрыем им штори. Вот так. Я сейчас покажу, как мы уходим. Проверяю, если все закрыто. Бо уже были нюансы. Нюра ходила. Нюра ходила. И тут обродила, гуляла. Стремянку поломала. Тут стремянка у меня стояла. Стремянку поломала. Ну так, в принципе, не натворила. Но она дело в том, что, как они ходят. Вот выйдет какая-то одна. Вона может пооткрывать других. Вот тут понад этим уходы. И вот так. И пооткрывает других. Понад краями. Дивимся, чтобы все было чин-чинарем. Погладю киевлянку на ночь. Кого? Ветро. 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 Ветро забрал. Тут закрыто. И иду порядок, подивився. Все закрыто. Ни хто не выйдет. Ветро. И они сейчас туда-сюда и спать лягают. Утром убирать не очень много. А вечером, ну, много. И воду так же. Утром набираем не много, а вечером много. Ну, это не только у меня. Включай свет. Там и там. И все. Лягайте спать. Все. До завтра. Я, бывает, им там какую-то историю рассказываю. Что-то делаю тут. Входю, рассказываю. И все. Вот так. Тут надо порядки понаводить. Уже гардебар такий. Все же оно сюда сносилось целую зиму. Ну, короче, друзья, что? Вот так. Навоз еще не вывез. Здесь тачка стоит. Надо вывозить. И еще мы на щелях не дали. Мы думали, сейчас тут. Побыстренько. А потом на щеля. Ну, сейчас на щеля. Тачку вывезу. И на щеля. Подивимся, сколько в них там корма в коретах. И, ну, если мало добавим. Если богатенько, то завтра аж утром насыпем. Ну, то есть вот так. Короче, вот такие друзья. Всем до свидания. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok